Ностальгия железнодорожника. Каргандинец, 43 года отработавший на железной дороге, построил у себя дома купе-вагона. Так он поздравил себя и своих внуков с Днем работников транспорта. Людмила Батюшкина увидела все своими глазами. Здравствуйте, гражданин. Чай будете? Да. Стук колес, мелькание полей, лесов и железнодорожных станций за окном, чай в стакане с подстаканником. Каждая полочка, столик, сиденье – все настоящее. С недавнего времени это любимое место для игр. Например, у детей и посиделок у взрослых. Я даже сам иногда прихожу сюда, ляжу и засыпаю. Знаете, атмосфера такая, да? В поезде, в вагоне всегда хочется спать. В поезде, в вагоне хочется поесть. И немножко поболтать. В смысле, что успокаивает? Конечно. Сядете, отдохнете полчаса, и вы выспитесь за двое суток. Рамазан Тусупа всю жизнь отработал в локомотивном депо. От ученика слесаря до главного инженера. Четыре года назад ушел на пенсию. С тех пор одолела ностальгия. Стал понемногу собирать списанные детали железнодорожного купе. Кое-что покупал. Сложнее всего было найти подстаканники, признается железнодорожник. Каждый стоит 15 тысяч тенге, да и то не найдешь. Вот, допустим, полки, сеточки, лампочки. По всем депо ездили, ребятам заказывал. Там, где вагоны разбираются на слом, нам потихонечку начали присылать. Прислали, допустим, и вот эти полки, под полотенца, вот эти под брюки, лампочки специальные маленькие. Вот все потихоньку-потихоньку мы собирали. Собирали, считали. И когда комплект набрался, мы решили начать делать. По словам пенсионера, вложений было всего около 30 тысяч. Стройматериалы остались после ремонта дома. Строить помогали внуки и друзья. Младших у Рамазана Тусупова четверо. У каждого из них в купе именная полка. У него тогда была операция на ноге, и я решила ему помочь приехать. Вот эту вот полку прикручиваю, вон те вешалки. Здесь, как в настоящем вагоне, очень хорошо, классно, красиво. Мне очень нравится этот проект Таташи. Здесь очень комфортно, мне нравятся разные поездки. И тут есть атмосфера той поездки. Это как для нас отдельная комната для детей. Мы спим, развлекаемся, смотрим мультики. Купе закончили накануне Дня работников транспорта – профессионального праздника Рамазана Ата. Сейчас он уже обдумывает следующую идею – построить домик на колесах для поездок на охоту и рыбалку. Здравствуйте, дети! Так, куда собрались? Куда едете? У вас билеты есть? Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5 канал.